Всем привет, с вами Иска. Да, вы хотели увидеть Молтера, но к сожалению он очень занят до нового года. Ну а в этом видео я хотел бы рассказать вам пару фактов, ну а также эксперименты со взрывчатками. Приятного вам просмотра! Я хотел бы рассказать про блоки, которые не взрываются. Первый блок – это кирпич с данжа Скелетрона. Его не взорвёшь ни с бомбой, ни с динамитом. Даже убийство Скелетрона не поможет вам взорвать его. Ну а при помощи этого способа, любой блок становится неуязвимым к взрыву. Нет ничего лучше, чем сундук, внутри которого есть что-то. Кирпич из данжа Галимов, как обычно, не взорвать ни бомбой, ни динамитом. Это адский камень. Он не поддаётся ни бомбе, ни динамиту. Ну а вот если уже замочить стену плоти, то его можно без проблем убрать при помощи бомбы. Вот только лаву после себя почему-то не оставляет. Хардмотные руты не взорвать. Ни с бомбой, ни с динамитом. Что ж, ещё я хотел бы вам рассказать самый эффективный способ взорвать как можно больше блоков. Ну и конечно же можно использовать гранатомёт и ракеты второго уровня. Ну а чтобы оттяпать как можно больше блоков, нужно использовать четвёртый уровень ракеты. Рекомендую использовать вам прознаватель МК-2. Тут есть и сила, и скорость. То, что нужно. Ну а теперь я хотел бы рассказать характеристику всех бомб. Начну я с тех, которые не взрывают плитки. Самое первое это граната. 60 урон. Отбрасывание 8. Шанс критического удара 4%. Скорость 44. Редкость белая. Можно купить за 75 медных монет у подрывника, а продать можно за 15 медных. Прыгающая бомба. Очень полезная вещь, если вы дерётесь с боссами. Она отличается от простой гранаты только уроном. 65 урон. Её можно скрафтить из гранаты и розового геля. Ну а следующее это липкая граната. Когда вы её бросаете, она сразу прикрепляется к блоку и взрывается на этом же блоке. 60 урон. 8 отбрасывание. Ну как у простой гранаты. Скрафтить можно из простого геля и гранаты. Весёлая граната. Когда она взрывается, тут сразу же появляется конфетти. 30 урон. 8 отбрасывание. Скорость 20. Редкость зелёная. Можно продать за 50 медных монет. Ещё, эта граната является дропом в стусовщице. Пчелоната. Когда она взрывается, из неё выходят пчёлы. 14 урон. 8 отбрасывание. Шанс критического удара 4%. Скорость 15. Продать можно за 50 медных монет. Пчелоната является дропом в скорей у пчёл. Но если вам лень фармить, то можно скрафтить. Используя только одну гранату и пчелиный воск. Ну а следующее это коктейль молотова. 23 урон. 8 отбрасывание. Шанс критического удара 4%. 39 скорость. Редкость синяя. Продать можно за одну серебряную. Для неё вам понадобится эль, шёлк, факел, а также розовый гель. Противопехотные мины. Эта вещь очень хорошая против нашествий. 250 урон. Редкость белая. Купить можно за 5 золотых. У подрывника. Продать можно за одну золотую. Ну а теперь я уже буду рассказывать про бомбы, которая уничтожает плитки. Самая первая это простая бомба. 100 урон. 25 скорость. Редкость белая. Купить можно за 3 серебряные у подрывника. Продать за 60 медных. Липкая бомба. 100 урон. 25 скорость. Редкость белая. Продажа 1 серебряная. Является аналогом простой бомбы. Скрафтить можно из простого геля и простой бомбы. Также есть аналог. Рыба бомба. Она такая же липкая как и та липкая бомба. Но её можно добыть только во время рыбалки. Ещё поскорится она немного быстрее. Прыгучая бомба. Урон. 100. Скорость 25. Редкость белая. Продать можно за 80 медных. Для крафта понадобится простая бомба и розовый гель. Бомба с кораблей. Всё то же самое, но продать уже можно за 3 серебряные. Ну а для крафта вам понадобится простая бомба, а также древняя окаменелость. Ну а теперь уже динамиты. 250 урон. Скорость 39. Редкость синяя. Купить можно за 30 серебряных у подрывника. С динамитами я буду кратким. У динамита есть 2 аналога как у бомбы. Липкий динамит и прыгучий динамит. Крафт у них такой же как и у аналогов бомбы. И ещё, раньше в игре была святая граната. Если что, Олду помнит. 600 урон. 50 скорость. Редкость лаймовая. Продать можно было за 10 серебряных. Эта бомба просто легенда. Один раз я такую у себя дома взорвал, а дома ничего не осталось. Для крафта вам понадобится золотой слиток, бутылка с водой, а также динамит. Ещё я хотел бы сравнить радиусу бомб. У простой бомбы радиус такой. У динамита уже такая воронка. Ну а от бомбы с кораблей остаётся такая щель. Что ж, на этом видео подходит к концу. Надеюсь оно вам понравилось. Ну а с вами был Иска и всем пока-пока.